Дмитрий Дудко 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 деревьев на центральном городском кольце не проводили уже больше 20 лет. За это время растения сильно разрослись, стали путаться в контактных троллейбусных сетях и линиях электропередач. Не раз падающие сухие ветки представляли угрозу для прохожих. В этом году мы приводим в порядок все центральное кольцо, улицу Ревякина. Я напомню, по центральное кольцо, насколько я помню, нам обошлось миллион сто тысяч рублей. На сегодняшний день уже будет бюджетное учреждение парки и сквер ее продолжать. У них в рамках государственного здания на весь город выделены средства. Но, естественно, мы до осени больше ничего, кроме центрального кольца, делать не будем. Если на молодых деревьях специалисты лишь просто подрезают ветки и формируют крону, то великовозрастные растения, которым в среднем по 50 лет, подвергаются кардинальной обрезке. Таких деревьев в центре около сотни. Многие жители предполагают, спил крупных веток, особенно в весенний период, может повредить деревьям. Однако специалисты уверяют, такая технология только продлит жизнь растению минимум на 20 лет. Кроме того, позволит ему омолодиться и уже через пару лет дать молодой прирост. Кардинальная омолаживающая обрезка проводится на деревьях уже возрастных, которые уже сформировали крупную корневую систему, которая обеспечивает хороший приток минералов и воды, азотных удобрений, которые позволяют дереву пробудить спящие почки, омолодиться и дать прирост молодых ветвей. Возможно, того объема кроны, который был ранее, они не достигнут за один сезон, но в течение двух-трех сезонов они дадут пышную крону, молодую, здоровую. На то, чтобы привести деревья в центре в порядок, понадобился почти месяц и бригада из 13 специалистов. Все работы завершатся уже к концу недели. В следующий раз такую масштабную обрезку лип, платанов и сафор проведут не раньше, чем через 10 лет. А до этого специалисты продолжат заниматься уходом и формированием крон деревьев. Анна Леготина, Дмитрий Еремеев, информационный канал Севастополя. После капитального ремонта принята в эксплуатацию крыша дома по улице Николая Музыки-8. Проверить качество выполненных работ прибыли специалисты Фонда содействия капитальному ремонту города Севастополя, сотрудники управляющей компании «Центр», собственники жилья. По улице Николая Музыки-8 построен 68 лет назад. По словам жильцов, необходим ремонт и фасада, и труб, теплоснабжение. Однако капитального ремонта самой проблемной части дома – крыши. Они, наконец, дождались. Крыша все равно, она вся в заплатах, поэтому она все время протекала до последнего. А сейчас даже во время проливных дождей были проливные дожди. Настолько грамотно было все организовано, ни одной протечки не было во время ремонта. Так что мы очень довольны работой. Произведен ремонт не только кровли, но и всей крыши. Специалисты обследовали объект и в целом остались довольны. Мелкие замечания будут устранены в течение суток. Гарантийный срок ремонта – пять лет. В целом подрядчик выполнял работы положительно. Замена производилась именно обрешётки, гидроизоляция, кровли и, соответственно, огнебиозащита. Как подчеркнул Георгий Ривазович Гигиадзе, проблемные крыши практически у половины домов в центре города. Только на улице Николая Музыки при участии фонда содействия к капитальному ремонту работы производятся ещё в трёх домах. Задача как раз нашего общественного совета заключается в том, чтобы как можно быстрее собственники жилья на квартирных домах, наши севастопольцы, осознали себя полноценными хозяевами не только их квартир, но и общего имущества на квартирных домах. И чем раньше они это осознают, чем раньше они подключатся к проведению капитального ремонта, тем ремонт будет более качественный. В прошлом году фонд содействия к капитальному ремонту города Севастополя профинансировал ремонт трёхсот домов. В плане этого года – 450 зданий. Две трети из них нуждаются в замене кровли. Евгения Переплеснина, Дмитрий Еремеев, информационный канал Севастополя. Муниципальные власти совместно с Севтехнадзором займутся проверкой состояния гидротехнических сооружений. Напомним, 21 марта 2017 года распоряжением правительства города Орлиновский, Качинский, Балаклавский округа и Севастопольское лесничество получили в собственность или оперативное пользование объекты, находящиеся на водоемах этих территорий. Ранее владельцы 55 гидротехнических сооружений не были определены. Новые собственники должны привести документацию в соответствие с российским законодательством, внести объекты в государственный регистр, обеспечить безопасную эксплуатацию. О том, как это сделать, главы муниципальных образований рассказали на совещании в Севтехнадзоре. Поскольку наше управление осуществляет надзор за безопасностью гидротехнических сооружений, мы посчитали необходимым первично осуществление методической помощи для руководителей этих муниципальных образований ГГУ «Севастопольское лесничество». С этого момента мы будем иметь возможность контактировать непосредственно с собственниками, а значит мы можем уже влиять на ситуацию, связанную с техническим состоянием ГТС. Задача сегодняшнего мероприятия – обозначить нашу программу действий по мониторингу этих гидротехнических сооружений, дальнейшей эксплуатации гидротехнических сооружений. Это технический вопрос. А, допустим, прилегающая территория – это береговая линия и само зеркало воды. Здесь вопрос будет, конечно, прежде всего. Это и зарыбление, это аквакультура, это туризм, рекреация, то есть отдых наших жителей. Жители дома номер 15 по улице Морская в поселке Андриевка примут участие в конкурсе «Самый дружный двор». Напомним, он проводится в рамках программы по благоустройству придомовых территорий, инициированной руководителем города Дмитрием Владимировичем Овсяниковым. Жильцы будут представлять свой двор в пяти номинациях. Для победителей в каждой категории предусмотрен приз – 2,5 миллиона рублей. Деньги, которые выделят управляющим компаниям, пойдут на работы по благоустройству дворов. Местных жителей из-за близости к морю и просторной территории именно в этом дворе гуляют дети со всего поселка. Севастопольцы как могут благоустраивают придомовую территорию, красят, устанавливают заборы, высаживают деревья и цветы. Но нет здесь ни спортивной, ни детской площадок, ни парковочной зоны, ко двору и вовсе нет подъездной дороги. Жители рассказывают, ребята играют в футбол-таун, где для этого ничего не предусмотрено. Вместо ворот – конструкция для сушки белья. Качели, сделанные собственноручно, уже довольно старые, небезопасные. Требуется обновление освещения. Горит только один фонарь и то с перебоями. Данный дом является, сами обслуживаются жителями. На управляющей компании, на балансе он не стоит. Жители своими силами благоустраивают данную территорию данного домовладения. Высаживают деревья, розы, цветы, сами же его обслуживают. Хотелось бы, чтобы данная территория возле этого дома, как можно сказать, немножко благоустроилась. В случае победы местные жители в первую очередь оборудуют детскую спортивную площадки. Остальные средства потратят на установку уличного освещения, ремонт внутридворовых дорог и место под стоянку. Хотим, чтобы наш двор стал очень красивым и было где детям гулять. Потому что на самом деле двор в ужасном состоянии. Ни качели, ни детской площадки, ни парковки, ни подъезда дороги нет. И нам, конечно, бы хотелось, чтобы мы получили эти деньги и благоустроили свою территорию. И получили, конечно, удовольствие все, и отдыхающие, и наши жильцы нашего дома. Общий призовый фонд – 79 миллионов рублей. Конкурс проходит в пяти номинациях. Самый дружный, благоустроенный, цветущий, чистый и спортивный двор. Заявку на участие может подать как инициативная группа, так и индивидуально любой житель. Победителям в каждой из номинаций выделят 2,5 миллиона рублей. Второе место – 2 миллиона. Третье – полтора. Для благоустройства придомовой территории, которая займет четвертое место, выделят миллион рублей. За пятое – 500 тысяч. Средства перечислят управляющим компаниям, которые проведут работы, исходя из пожеланий жителей. Заявки на участие в конкурсе принимают органы местного самоуправления до 5 апреля включительно. К концу мая документы подадут в правительство. Победители же определят 1 августа. Юлия Бауськова, Делевер Меджитов, информационный канал Севастополя. И на этом пока все. Телефон редакции 54-51-12. Все новости на нашем сайте xtv.ru. Следите за развитием событий вместе с нами. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.